здравствуйте дорогие друзья у нас по-настоящему осенняя погода а здесь в теплицах компании аэлита вот такое замечательное разнообразие сортов гибридов по-настоящему лето радуга просто разноцветных вот таких плодов борис исавич мамедов профессор селекционер рассказывает нам об особенностях вот этих гибридов как правильно за ними ухаживать ну и назовем что же это за чудо такое группа сортов гибридов томата отношайся к черри томатам средняя масса плода у этих гибридов сортов это от 10 до 15 иногда бывает до 20-25 граммов это вот русская коса оранжевая русская коса красная здесь вот у нас черепашка это черепашка который в фазе биологической спелости плоды оливковые оливковые сиреновые серовато зеленый оливкового цвета там да ну по вкусу абсолютно вот очень вкусные так что есть вот разные формы разные окраски томатов хотя по форме плода они относятся все к черри томатам это вот у нас тоже из этих новых сортов или терминатной по спелости такая же группа спелости как вот эти мы называем это раннеспелые сорта гибриды до 100 суток в условиях средней полосы россии в условиях пленочных теплиц теплицы конечно у нас не отапливаемые поэтому оптимальная оптимальные сроки посевов для таких группы сортов гибридов это середина марта их абсолютно успевает при высадке конец апреля 1 декада мая и в условиях пленочных теплиц не отапливаемых теплиц мы получаем уже вот полноценно полноценный урожай мы видим что на растение формируется уже восемь по моему я вот тут пыталась считать вот они есть там до 1 2 3 4 5 6 7 8 из формируется 6 кистей уже созревают плоды и вот еще восемь завязалась там то есть это уже готовые томатики к тому чтобы их можно было прищипать можно прищипнуть на этом уровне чтобы уже естественно погодные условия если позволили вы погодных стоял можно было дальше держать чуть-чуть но к сожалению в этом году такая ситуация что лучше в это время прищипнуть чтобы сентябрю эти плоды также формировались индетерминатный сильный ностый этот сорт черепашка высоту достигает двух метров двух половиной и выше 1 тис закладывается над седьмым листом дальше идет через два или через листа через три листа и вот такие вот полноценные кисти формируются здесь в одной кисти я смотрю вот даже если она в один ряд до двадцати пяти плодов я насчитал обычно тогда бывает а если просто есть ли он есть там промежуточного типа мы можем заметить тогда тогда естественное количество число плодов увеличится 22 с половиной раза как мы можем видеть хотя кисточки длинные но очень компактные да и вревание хорошие созревание почти одновременно да вот таким образом еще уставлять дорогие друзья вот это вы накроете свой праздничный стол такими замечательными томатами можно прям кисточками положить это будет смотреться вообще шикарно и вот каждый возьмет как виноградинку очень очень вкусные вот эти томаты по сладости они ведь превосходят они очень оригинальный вкус там да у них дам кроме того вот этих особенностей мы можем то год просто в связи с тем что прикрепление с очленением они очень легко отрываются от кисточки так что таким образом в то же время они не оступаются видите держится в кисточке довольно долго и при этом не теряет ну как всем ассортам относящихся к сартотипом черри практически отсутствует вершина гнил плодов есть по листьям можем заметить устойчивость устойчиво холода сварьезу пока что вот ни одного пятнышка вопроса пока нету там да поэтому вот таких из таких достоинств это вот я говорю же не спелость очень урожайной для такого сорта типа там до продолжительное плодоношение прямо вот начиная середине июля и можно собирать весь сентябрь погода там да есть весь сентябрь вот плотненькие такие плодики то есть они не только для свежего употребления пригодны но еще и для цельноплодного консервирования там да приготовлен различных салатов вот таких лет летних легких салатов пополам разрезала разрезать он да там типа греческий салат разный там да где-то таким вот разно окрашенными плодами сделать такой салат будет прекрасный вкусный но вот это вот черепашка еще названа именно за окраску свою да даже каховый да это не оригинальный видите там да даже вот прозрачный аж семечки видно семечки видно хотя там мы можем заметить фазе технической спелости когда вот есть слабенький такой вот и такое пятнышко но при созревании это пятнышко как исчезает но даже если не совсем уходит такой вот создает такой красивый фон дорогие друзья вот поверьте на слово просто очень сладкие помидорки внутри вы можем видеть зеленоватый но прекрасный вообще вот я всем советую кто до сих пор не выращивает черри томаты обязательно сажать хотя бы несколько кустов вы увидите как дети у вас их кушают это действительно сладенькие таких едики томат потому что это вот у всех сорта типов черри томат и там да у них содержание высоты сухого вещества два раза больше чем у обычных томатов в этих томатов если мы наблюдаем 14 процентов 12 процентов обычных томатов обычно сухое вещество на как сухое вещество на кавлиц ну максимум 7 процент так что вот исходя из этого вот здесь сухое вещество чем больше сухого вещества чем больше сахара сахара вот поэтому они всегда такие вкусные применение пожалуйста я говорю для свежего потребления для целлоплодного консервирования и для вяленой томата сделать там дать никаких проблем для заморозки прекрасно подходит там шоковая заморозка так что применение огромное количество но еще изумительная красота вы получите истинное удовольствие заходя в теплицу вот наблюдая такие разноцветные грозди русской коса оранжевый русской коса красная черри водопад и черри черепашки да они всегда будут на вашем столе и украшением и прекрасным лакомством единственное требование к таким сам таким тут в связи с тем что они очень высокорослые сильно рослые так скажем до 70 на 40 это оптимальная схема посадки можно чуть-чуть шире сделать чтобы так вот создать оптимальные условия и все вы получите вот такой прекрасный урожай а что касается агротехники агротехники абсолютно идентичны как и для других сортов это свое время не полив подкормка удаление нижних листьев удаление пасынков формирования растений стандартная технология никаких других таких особенностей нету выбирайте вот такие сорта и гибриды аэлиты и у вас будет вот такое угощение для себя и для своих гостей